Итак, всем привет еще раз. Мы сегодня с Дэви. Привет, Дэви. Всем привет. Это третий решающий бой поединка между Олегом и ФЛТК. Олег играет за Варов, ФЛТК играет за Вестфалию. Бой за выход в одну... что там у нас? Вторую, да, получается, финала. Полуфинал, да. Да, за выход в полуфинал. Ну и вот... Озвучим мы состав. На данный момент, на момент этого боя, счет 1-1 в поединке. Вот. На этот бой, ну, Вестфалия берет стандартно уже, что получается? Нет, посмотри, не стандартно, да. Берет она... за Вестфалию взял он не 8, а 7. Да, 7, получается, конных застрелов. Это уже обращает на себя внимание. 4 берет он застрельщика. Это знатные метатели дротиков и новобранцы с дротиками, и новобранцы с дротиками по центру. То есть, фактически, как бы, ну, ярко выраженных флангов нету. То есть, вся армия, вот обратите внимание, она как вот такое вот монолитное, единое такое построение получается. Но при этом сохраняется возможность вот здесь, посмотрите, вот эти вот ветераны-копейщики, да, слева и справа одинаковые стоят. За ними второй, второй линией стоят воины со скромосаксами. Здесь вот новобранцы с дротиками и топоры. То есть, вот эти вот отряды, вот 5 по 5 отрядов слева и справа, в общем-то, они мобильные. И могут они как роль центра сыграть, так и роль фланга, в общем-то, сыграть. Ну, и хранители очага в качестве генерала. Тут дело светлое. Ну, и Олег на этот бой притаскивает состав, тоже такой, ближе уже к коробочному составу. Берет он 8 копейщиков. То есть, это 4 голодранца и 4, там, не совсем голодранца, это копейщиков. Да, так-то, да, по большому счету, да, они все голодранцы. Мечники-галодранцы. Да, 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 а вот знатный аварский. А у него один, этот, воин племен. Да, один где-то затесал. Да, вот он, он справа стоит. Да, из всех 8, 7 голодранцев, а один воин племен, который, которыми надо отметить, он очень здорово орудует. Кстати, это, наверное, самый опасный юнит в армии Олега, по части того, как он с ними управляется. Центр, это жесткий центр, 4 знатных аварских мечника. Вот, это лучники-новобранцы, 2. Это у нас аварские пикинеры в количестве двух. И Гена, 3, это аварская гвардия. Ну, и 3 аварских конных лучника. Ну, в общем-то, такой коробочный состав, да, надо так полагать. Ну что, поехали. Я так понимаю, очень похожий на первый бой состав у него. Да, у Олега, да. Дарк, всего одна у Дарк, да, пел в Дарке, он пел. По-моему, в первом бою еще меньше было. Ну, очень похоже, короче говоря, на первый бой. Да, ну, только он более такой, по сравнению. А, у РСЛТК по сравнению с предыдущими боями, то есть он сократил число кавалерий на 1. То есть, видимо, ну, он понял, что кавалерия, что Олег контрит очень хорошо его кавалерия, она неэффективна. Решил он меньше взять. Да, я тоже так думаю. Ну, то есть, тоже игрок-то грамотный, он понимает это. Поехали. Поехали. Да, то есть, у Олега состав-то такой более жесткий вообще, именно под коробку, под оборону, там он более жесткий. Олег, первый игрок, который играет в коробку о варами, никогда не видел какого. Ну, в общем-то, и неудивительно, да, вот так, если подумать-то, то, в принципе, как бы могут они выстоять, да, и за счет мячей, за счет стрелков, как бы, они могут отстреливаться. Вот это преимущество стрелковое, да, все-таки оно позволяет сыграть в коробку. Ну, оно отстреливаться позволяет, а вот выстоять. То есть, против Вестфалии, может, и могут. У Вестфалии дело в том, что нет юнитов взламывать мячи, кроме как застрелов. Против какой-нибудь Мерсии такая коробка, конечно, не проканала, она как сквозь масло прошла. Или против Данов. Ну, против Данов, да, если бы такая коробка, это было бы счастье вообще. Тут даже растягивали. Против Вестфалии, против Мерсии такая коробка не проканала. Да, даже против Франков. Дело в том, что у Вестфалии нет тяжелой конницы врубаться в мячи. Не, ну, она есть, но она не анти, как-то она, не антипехотная, так сказать. Она стоит еще и тысячу. Да, и она при этом эти конные стражи очага, конечно, бешеных денег стоит. Ну, что ж, пытается окружать его, да, здесь и успешно окружает ФЛТК, но... Как бы, насколько эффективность от этого окружения. И, конечно, почему еще? Олег, конечно, грамотный очень парень, он разбирается очень хорошо в игре. Все-таки вот эти товарищи, саксонские и конные разведчики, два залпа. Да, пусть 90, но два. Поэтому расстрелять копья они не могут. Хотя бы, если бы пять было, как у тех же берберских хинетов, да, там, предположим. Это те отряды, которые вдвоих, в общем-то, сливают любой элитный отряд. Тех же копейщиков, то есть... Ну, что они не сливают? Сливают сливки, если они будут сзади подойти. Да, да, не, ну, разумеется, что... Если в лоб стрелять будут, они человек 10... Да, понятно, ну, на то она и кава, чтобы в лоб... Мы же говорим об игроках. А как ты в коробке здесь сзади зайдешь? Ну, надо как-то пытаться... Играй в коробке при всяких кавалеристских спахах. Не, ну, почему? Ну, вот, пожалуйста. Нет, можно из флангов зайти здесь, и всяко можно. Так, ну, а у нас в это время, что тут? Новобранцы с дротиками подошли, пытались, попытались пострелять они. Но ничего у них пока не получилось. Копейщики на... По центру ошибка. А нет, не, аж убегает. Не-не-не, да, он сейчас отводит, все здесь нормально. Но вот дети вот зачем-то бегут. Ну, вот зачем они, новобранцы с дротиками бегут? Сталкиваются они с лучниками. Столкнулись они с лучниками, выхватили они тут и неплохо выхватили. У-у-у, их просто слили вообще лучи. Да. Да, не до контроля терял ее. Да. Не, ну, это критично уже. Это важный юнит был. Тут по одному отряду, надо всей армией идти со всех сторон, конечно. Да, да, он частями просто позволяет себя расстреливать и все. Да, по одному ими это расстреливают. Да, да, причем концентрированный такой расстрел-то получается вообще. Да, да, вот, ну вот они копья, пожалуйста, по центру с аварскими, они бьются мечами. Они выхватывают тут по полной, эти ветераны-копейщики. Просто по полной выхватывают. От всех, от кого только можно. Ну, то есть, понятно, у него план, да, законтрить и знатными отстрелять. Ну, так получается, что ты не контришь, ты просто отдаешь эти юниты и все. Да, он отдает их. Но зато он хорошо тут мячи-мячи отстреливает. Да не, ну, конечно, здорово он отстреливает. Слева он в тыл отстреливает, мячи почти слил уже. И списть по центру мячи он сзади долбит. Дешевыми застрелами. И справа тоже отстреливает. Все мячи он отстреливает грамотно. Сейчас он как-то собрался. Ну, я все-таки вот там вот потерял, да, получается. Вначале, да, он критично потерял три юнита, но почти больше. Да, да, практически три юнита он потерял. Вот опять эта дурацкая атака, ну, не тактика, а багат, не знаю, багат. Сквозь своих мячей чажут, чужих мячей сливает. Вот не люблю я это. Бывает. Ну, да, то есть натиск-то, по идее, должен теряться и сильно. Да, посмотри, как... Да, но он такое чувство, что не теряется натиск, потому что снес он чужой. Да, как проходит. И вот справа здорово, как залез конными разведчиками, этим по копейщикам новобранцам долбанул. Ну, надо, конечно, и знатных аварских он здесь пытается, этими конными разведчиками. Ну, не удается сзади ему сломать. Вот все равно, посмотри, ветераны-копейщики, да, даже не в стене копии они. Ну, три отряда, два на них виснут здесь. И медлит, медлит. Ну, там мячами помогает. Во-первых, помогает. Во-вторых, ну, я считаю, вот в тылах стоит у него целых три отряда. Медлит он с атакой. А зачем он сделает этими три мячей сукольницей? Да, вот ее можно... Что он сделает, перед ней копья стоят? Колонну, да колонну выстраивай, вот протаскивай, вот здесь. Видишь расстояние? Вот сейчас замигали, где копейщики. И копейщики-новобранцы сдвинулись. Колонны вот сюда, прям в прямую, можно в аварских этих конных лучников двигать. Просто меняй построение и тащи их туда. Ну, он протащил спереди, в луке. Ну, спереди он протащил в луке, да. Ну, и что толку? Когда там уже топоры слились, и копейщики эти ветераны-бедолаги возвращаются. Посмотри, 34 ветерана-копейщика, мало того, что они мигают, они набили-то 19. Ну, потому что они на мячах были. Ну, на мячах, не на мячах. И вот они, эти отряды-то, бездействуют здесь, целых два. Ну, да, вот сейчас... Я не знаю, как бы я ими играл, я тоже не знал, что делать. То есть, через копья там, если протаскивать, дофига зацепиться, поднимается. Надо не через копья, а колонну выстроить было, ну, это я предполагаю, и вот тут вот протащить. Вот где генерал стоит, наискосок, вот здесь, видишь, промежуток. То есть, просто тупо колонной выстраиваешь их и попер там в два-в три, короче. Не ряда, а в два-в три по ширине. Парой, короче, выставил их, и все, и они спокойно туда зайдут в центр. То есть, не хватило здесь атаки с тыла все-таки, и тогда разгромил бы. Ну, центр он прорвал сейчас. Мне кажется, что он привел такое преимущество. Да, 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 вообще он взорвал, конечно. Центр и фланг один разобрал. Ну, опять-таки, смотри, вот эти копейщики-новобранцы, они сейчас вернутся и вернутся в тыл вот этим новобранцам с дротиками. Ветераны-копейщики по итогу слили и здесь. Не дает он ему с левом фланге саксонской этой каве развернуться. Причем ее отстреливают эти лучники. Лучники-то продолжают стрелять у Олега. Ну, тогда их не добраться. Он добрался один раз в каву и слил каву, потому что он взял, сделал колонну, как ты говоришь. Когда надеваешь колонну, то чаш три фактически очень маленькие получатся. Ну, понятно, ну, все правильно, как ты говоришь. Нужно одновременно все это делать. И вот сейчас зачем вот эти вот конные разведчики, вот за каким они бегут на помощь хранителям ОЧГа, когда их отстреливают здесь вот эти лучники-новобранцы? Ну, он хочет генерала увидеть. Я понимаю, да, что он циклится на генерале, но не суть здесь генерал-то так. Нет, это как раз суть генералу. Убей генерала, все эти лучники и копья разбегутся сразу. Они же низкоморально генерал-то оставят. Вот сейчас, ой, здоровский какой момент. В спину как он здорово копейщиком-новобранцем залетает. И здесь слева, ну, он почему-то лучников чаржит, вернее, копейщиков. Генерала со всех сторон окружать пытается. Генерала тоже шел. Здесь действительно он делает правильно, я тоже пытаюсь генераловать. Потому что все остальное разбежится. Ну, Олег же понимает, что на генерала. Посмотри, он как здорово прикрыт. Ну, все, гибнет полководец, хранитель ОЧГ, все. Они хоть и нарубили, но он свое дело сделал, конечно. Олег же тоже понимает. Ну, здесь у Олега генерал весь окруженный. Сейчас генерал умрет, и все, капец. Потому что численное преимущество у Веспалии довольно большое, если ты посмотришь. Ну, не так уж, чтобы и большое. Тут сотки даже нету. Да, и Олег, вон, смотри, как здорово вытаскивает. Олег притаскивает генерал. Ага, вообще счастливчик. То есть у него у генерала 19 человек осталось, и он выживает. Да, 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 и копеечка. В чьей момент, я считаю, смотри, а, ну, смотри, за генералом бежит разведчики. Ну, генерал опять удирает, похоже. Да, 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 он как был 17, посмотри, он так и остается. Он не вступает в бой. Там просто тупо лучники дерутся. Он со случниками прикрывается у генерала. Да, конные. Нет, он его здорово прикрывал здесь копеечком. Я считаю, не нужно было сосредотачиваться на генерале все-таки. Вот здесь, я думаю, надо было сосредоточиться на лучниках. Потому что они всю игру шибко не стреляли, они стали стрелять в конце. Потому что, смотри, вот 38, конец игры, да, 38, у другого 87. Это то, что они набили. И то, что они вот сейчас, посмотри, они сливают ветеранов-копейщиков. Здесь не эти, не копейщики сливают, эти бомжовые одни и вторые. Нет, сейчас лучники, это понятно. Да, здесь уже лучники выщелкивают, и нехило. И вот сейчас, я думаю, генерал-то скажет как раз свое слово. Сейчас он взайнет в тыл. Ну, например, мне повезло, что генерал выжил. Да, да. Сейчас он решит бой. Если бы не генерал, тут нечем воевать больше. Да, с одной стороны повезло. Сейчас все мигает у Аваров. Да, причем мигает очень здорово. Причем не просто мигает, посмотри, они сбегают. Они бегут, вот отряды-то, вот, еще один побежал. Там это здесь ветераны сбежали. Здесь уже просто флажков нету. И вот сейчас будет чардж финальный. Нет, нет, не будет. Потому что здесь знатные метатели дротиков, их чарджить опасно. Он прикрывает, да? Да, 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 как щит использует. Да, какой микроконтроль, посмотри, как здорово. Да, и туда, и сюда. А вот теперь в спину можно. Зачем он назад-то побежал в ветерине? Да, вот так вот. Ну, оставили их стоять, прикрывать тыл и все. Ну, конечно, я тоже думаю, из Крамосаксы. Крамосаксы в тени счетов бы выжили. И тут еще. Да, из Крамосаксы бы все тут вырезали. Из этой спины. Эх, крысь. Да, это ошибка была, конечно. Да. Начали бы с Кристалли я выиграла. А так, да, да, получили спину. Он уже не галит. Несколько моментов тут по ходу боя было, но, тем не менее, как бы, вот, победа Олега. Ну, а так, да, здесь, что смотреть, сколько набили-то. Ну, все набили столько, сколько им положено. Ну, все, вот мне, ну, вот, просто копейки. Нет, вообще, в Листвале несколько юнитов слилось. В Листвале, если посмотришь, слились, но... Ну, с Крамосаксы, да, да. С Крамосаксы, топоры и застрельщики одни. Ну, три отряда. Зато, посмотри, как конные разведчики отыграли, по сотке набили. Знатные. Вот здесь, что-то ванилье отыграло. Да, знатные сотню. С Крамосаксы 200, он один за двоих, считай, отработал. Гены в этом бою отработал. Ветераны за сотню-два набили. Ну, более чем достойный результат. Ну, аваров тут вообще 125 ударка, пикинеры, да, одни, другие, вообще 30 не сыграли они. Мечники тоже, ну, вот один сыграл. Блин. Блин. И бью два, а нет, два, да, я просто их с этим не путаю. Да-да-да-да, два, два половины сыграло. Стреляющая копья, так, средненько. Угу. До своей цены, можно сказать, не сыграли. Да, да. Копейщики вот 141 набил. Ну, как бы мы обратились. Ну, только этот набил, который поймал этих пеших застрелов. Да-да-да-да, он оторвался. Это, на самом деле, довольно ключевой момент, потому что этих пеших застрелов и не хватило, чтобы прострелять один меч аварский. Который, ну, вот. Да, еще хотя бы один, действительно, да. И был бы еще один застрел, то еще один мечник авар ушел в ноль. Ну, то есть мы объявляем вот этих, которые 143 набили героями этого боя. Ну, это хорошо поймали, они ключевой юнит. То есть, на самом деле, хоть это и стоит этот юнит, как бомжи, с луком 170 эти пешие застрелы, но против вот такой коробки они довольно эффективны. Потому что они могут подбежать с любого угла и стрелять там в бочину. Да-да. Не, ну, он так и стрелял. У него, по-моему, ни один застрельщик не стрелял, чтобы это... Ну, опять это вот тот, который слился на этих, на лучниках. Ну, да, на лучниках. Да, да. На лучниках зацепился, подбежало копье и добило. Да, поэтому здесь, конечно. Ну, вот несколько моментов, да, вот несколько этих ошибок, которые, пожалуйста, стоили победы в Вестфале и принесли победу аварам. Ну, а, да, Вар играли так вторым темпом, очень следили за всеми ошибками аккуратненько и пользоваться ими. Да, Олег мастер ошибок, замечать их и воспользоваться ими, то есть с ним ошибаться дорогого стоит, скажем так. Ну, что ж, отличный бой, согласен? Да, да, отличный. Замечательный вообще. Оба боя отличных получились. Он и первый был такой же напряженный, тяжелый, но поскольку он однотипный третьему, вот именно поэтому мы решили взять последний решающий бой и показать, именно его прокомментировать. Поэтому, good game, всем пока. Всем пока. Спасибо за внимание.